всем привет еще одно можно такое сказать развлекательное видео где я покажу свои EDC ножи EDC это значит что я их постоянно с собой таскаю и к ним требования такие которые предъявляются они особенные не обязательно в лес но и в своей повседневной жизни я их с собой беру и пользуюсь в каких бытовых целях среди них нету складных ножей потому что они мне просто не нравятся тем что они очень легко пачкаются и в условиях какой-то поездки там в поезде там или в лесу когда есть какой-то недостаток воды не всегда есть возможность их качественно помыть бывают такие ситуации например на охоте когда вот это особенно критично потому что ну они пачкаются что там говорить то есть любой складной нож имеет много каких-то лишних деталей там отсеков куда может попасть грязь шарниры какие-то куда все попадает там и может попасть и кровь и какие-то такие органические материалы которые могут там протухнуть и привести к антисанитарии поэтому все ножи которые я использую даже для DC они не складные ну и вдобавок конечно эти складные ножи они не такие прочные как ножи цельнометаллические и как правило они дороже потому что технически сделать сложнее и поэтому цена тоже имеет значение такие ножи они должны быть прежде всего легкие не взвешивая их проще всего определить нужный вес это просто взять нож положить его в карман и подвигать не должно быть никаких ощущений что там что-то лежит то есть это обычно нож такой меньше 100 грамм первый нож который я хочу показать это многим известный амора 510 такой простой нож но по моему мнению это такой чемпион в универсальности какая современная финка имеет такие невысокие спуски в ноль тонкий 2 миллиметра обух и очень удобную рукоятку как известно вот эти практичные практические качества ножа они самое главное в них качество это геометрия лезвия геометрия рукоятки я уверен что все любители ножей и туристы и охотники своей жизни сталкивались с такой ситуацией что покупали какой-то дорогой нож там такой массивный охотничий там или туристический который стоил каких-то больших денег там и был всячески разрекламирован и ловили себя на мысли что ну допустим при работе по продуктам там когда надо что-то тонко нарезать такой нож уступал какому-нибудь совсем такому дешевому ножу там языке и там не знаю китайскому ножу на вот такому кухоньку там такому универсальному это как раз вот связано с тем что главная геометрия несмотря на свою там супер сталь там какие-то дорогие материалы если геометрия не особо подходит для какой-то задачи что такой нож будет работать хуже несмотря на все вышеперечисленное и вот что делает этот нож таким универсальным во-первых тонкий обух это дает ему возможность очень хорошо работать по продуктам почти по всем то есть он очень тонко режет там где-то на выезде он там будет резать все подряд и хлеб там если надо как-то готовить все это будет этим ножом делать очень удобно то же самое можно сказать про эту рукоятку многие вот эти побаиваются финок там из-за того что это очень острые ножи и они имеют такую сообразную ручку где нету ярко выраженной горды они очень острые и поэтому многие их немного побаиваются допустим смотрите вот это полностью замороженная рыба и этому ножу ничего не стоит сделать вот так теоретически это вполне могут быть ваша ваша рука и ваши пальцы поэтому многие их немножко побаиваются из-за того что здесь нету такого каких-то упоров и людям кажется что вот рука может легко соскользнуть на на режущую кромку и привести к травме чтобы такого не было надо просто иметь привычку и понимать как им пользоваться потому что вот такая форма рукоятки она позволяет на самом деле намного даже более безопасно держать за эту ручку делать делать все вот эти операции даже какие-то колющие потому что вот эта финка она для каких-то таких работ или колющих каких-то движений там что-то там прокалывание ковыряние нельзя то есть она берется вот не вот так вот как не так там как вот многие привыкли к обычным ножам она как бы упиралась вот в ладонь и поэтому при любом вот таком движении на самом деле здесь безопасно даже выше чем если бы здесь какие-то упоры были у него есть спуски в ноль это дает ему возможность очень хорошо строгать и вырезать вкупе с вот этим вот таким не широким клинком он такой довольно узкий и можете себе представить что если у него там обух 2 миллиметра и такие вот спуски в ноль насколько острый этот нож вот эти сканди спуски почему они так хорошо строгают потому что там как бы всего лишь один угол угол вот этих спусков поэтому когда мы делаем вот такое строгательное движение контролировать срез стружки или то как идет рез намного проще чем когда там два угла есть два угла это микро подвод и плюс еще угол на спусках то есть вот контролировать этот микро подвод гораздо сложнее чем то что происходит на ножах которые имеют только ну спуск в ноль это может быть линзовидная заточка может быть вот сканди заточка ну и также как я говорил уже вот этот узкий клинок он очень хорошо помогает делать всякие вот эти мелкие операции там вырезать что-то по дереву несмотря на то что обух тут всего два миллиметра этот нож очень крепкий потому что тут простая углеродка применяется то есть вот эти вот всякие ударные нагрузки там даже вот если мы втыкаем и как-то вот так вот крутим его этот нож выдержит гораздо больше чем нож с такой же геометрией но из каких-то таких вот стандартных нержавеек потому что как только туда добавляют хрома это сталь становится сразу менее такой прочный и стойкой к ударным нагрузкам в общем казалось бы сплошные плюсы у этого ножа то есть и стоит он очень дешево то есть так цена такого ножа там всего 500 рублей это дает возможность спокойно выбрать каких-то по какие-то поездки есть вероятность что там его могут украсть там или что что-то с ним произойдет потому что таким ножом из всех вот модели мура вот это наверно мой самый любимый у меня есть абсолютно все модели вот этой фирмы вот этим ножом я пользуюсь там в течение уже очень-очень многих лет и несколько штук у меня было частью там подарил часть часть потерял и всегда у меня даже есть то есть вот это мой нож которым я сейчас пользуюсь но у меня всегда есть такой нож который лежит на всякий случай просто про запас я очень в силу особенностей своей работы часто путешествую там и по россии по миру и поэтому часто вот беру такой нож просто в поездке в том числе и задаю в багаж в аэропорту и недостатков у этого ножа можно отметить следующее поскольку здесь углеродка она может заржаветь то есть если вы не будете протирать его то тут возможно появится какие-то пятна да их легко свести но такой факт есть но я части к недостатку или к плюсу можно отнести то что этот нож слишком острый то есть угол сведения его очень маленький он не имеет какого-то микроподвода с более широким углом и поэтому ну затупить его намного легче на самом деле чем какой-то нож такой более такой бы с более тупым углом на клинке отчасти поэтому он его надо если вы используете как-то на охоте где-то то с ним надо обращаться аккуратнее чем с другими ножами но поскольку здесь опять опять-таки обычная углеродка его очень легко заточить или поправить потому что сталь это пластичная даже если там попадает на что-то очень жесткий материал какой-то там даже на песок там и на камень там будет не скол а будет замин который на мусате там или как-то на камне очень легко поправить его достоинство это очень маленький вес то есть он весит где-то там не знаю там 70 грамм в кармане он абсолютно не ощущается нужно у него такие простенькие но сначала они мне не понравились но потом я понял что это очень классная вещь именно для такого ножа у него был здесь такой еще хлястик не очень удобный вроде как для подвеса на ремень вот такие ножи я никогда не нашел на ремне обычно убираю просто сумку там рюкзак либо кладу в карман причем как внутренний карман там куртки так и карман брюка засунуть его сюда можно любых любого положения а вот это его навершия такой форме такой какой-то птички то она позволяет то есть как вы не схватите как он у вас не будет лежать вы сразу поймете как потому сориентировано лезвие то есть всегда вытащите правильно вот эти хлястики которые здесь были я их прям сразу отрезаю потому что не очень понятно зачем он тут нужен носить такой на на ремне как обычный нож я думаю не имеет большого смысла но кому-то может быть это и понравится также здесь есть в ножнах сливное отверстие и в отличие от кожаных ножен которые могут промокать там или от ножен из кайдекса когда но что-то плотно вставляется если там есть какая-то вода она уже не испаряется то здесь такого плотного прилегания нету и есть сливное отверстие испарение происходит гораздо быстрее это удобно там на какой-то рыбалке там или еще для чего-то да кстати этот нож еще как такой рыболовный нож тоже очень удобный потому что он такой вот узкое лезвие как у какого-то филейника прочный очень удобно потрошить там и филе можно отрезать в общем да нож супер универсальный супер практичный супер дешевый и вряд ли какой-то другой нож сможет с этим соперничать единственное конечно выглядит все так немножко дешево не всем это может понравиться нет многие хотят такое что-то более статусное более красивое может быть узко более узко специализированные даже более маленькая поэтому я покажу сейчас еще несколько других ножей еще один маленький такой охотничий узкоспециализированный нож это называется он баг open season small game нож позиционируется как охотничий нож для охоты на вот по перу там или по для какой-то какой-то мелкой дичи тут что можно про него сказать тут применяется такая уже премиум сталь с 35 вен бритвенные спуски что дает ему возможность именно вот по таким мягким продуктам которые не раскалываются очень хорошо резать но что касается таких ножей вот и вот таких вот маленьких таких полускелетных рукояток тут все становится намного более сложно потому что сделать такую традиционную рукоятку которая будет удобно всем очень просто сделать такую облегченную рукоятку очень сложно и здесь часто встречается такой момент что люди уделяют больше внимания дизайну чем такими такой практичности принципе на этом ножи то же самое это привело к тому что этот нож стал очень узкоспециализированным когда держит его как то есть если его взять так как обычный нож и попытаться им что-то там резать то вы поймаете себя на мысли что это неудобно потому что это нож узкоспециализированный вот когда есть вот такая пятка вот такой изгиб как только вы начнете вот так что-то резать или строгать и вы обратите внимание что он начнет так вертеться у вас на руке потому что здесь получается такой угол более большой чем вот когда вот у финок которые для строгания предназначены у них как бы когда вы держите ее в руке у вас клинок как бы прямо из ладони выходит и при давлении угол тут минимален и поэтому рычаг меньше получается и поэтому да еще в купе с такой рукояткой то есть нож вообще не крутится в руке здесь будет все совсем по-другому потому что здесь и угол будет больше это дает рычаг то есть малейшее давление и вы вот эту точность пореза контролировать не сможете поэтому такие ножи это больше как скальпель держит чуть ли не вот так вот даже есть видите такой выемка то есть это ножи для очень такого этого деликатного реза и очень легкого без нажима для этого он очень удобен сталь тут отличная то есть она конечно не так быстро точится легко как углеродка но она практически вообще не ржавеет вот такие стали они там коррозии сопротивляются там не знаю раз там наверно в пять больше чем вот нержавейка какого-нибудь сэндвика там аус 8 чтобы заржавел такой нож это даже соленый в воде я не видел ржавым поэтому для таких условий где там море там либо какая-то супер влажность нет возможности вообще заниматься какой-то его обслуживанием вот такие стали конечно это классная вещь что касается ножен такие они вот очень своеобразные тут мне кажется многое сделано в угоду дизайну потому что это как какая-то кабура для пистолета обратите внимание то вот здесь вот нож нельзя вставить прямо надо вставить сначала так а потом вниз так он уже будет выпадать и поэтому когда нож висит где-то на поясе надо привыкать его вставлять правильно вот так опуская потом защелкивая обязательно защелкивать иначе потеряете но при этом это вот так вот как-то нестандартно выглядит как вот какой-то пистолетик что ли на поясе или скорее всего это больше дизайн потому что ну вот нужно сколько там я год им пользовался потому что вот такая версия она обновленная россия на пол вообще еще не продается покупал штатах ну и вот за год использования правда я так прилично им пользовался то есть порезы вот здесь вот из-за того что нож невозможно вставить ровно плюс вот эта вот вставка здесь тоже вся изрезана то есть нож бак 539 ну и вот это вот нож бенчмейт называется он как-то хидден каньон ханта тоже довольно известный нож это вот наверно на данный момент это мой любимый такой эдисишник я просто в восторге это тогда от этого ножа больше всего мне нравится нож очень маленький и вот что мне нравится здесь у них как раз вот удалось сделать такую маленькую рукоятку которая удобна почти почти для всех вот этих функций которые требуются от этого ножа здесь очень все так грамотно сделано тоже премиум стали с 30 ви на клинке прямые спуски начинаются практически от обуха нож это охотничий принципе он был создан для он называется вообще как нож скинер там но его при удобно применять не только для того чтобы снимать шкуру ну скинер он потому что вот у него такая вот радиусная форма клинка и это дает возможность вот такого длинного пореза то есть этот нож даст более такой качественный длинный порез даже чем нож у которого клинок более такой длинный но прямой именно из-за этой радиусности вот эти вещи мне нравится что во-первых сама казалось бы рукоятка должна быть неудобной потому что она такая тоже маленькая узкая все-таки этот нож создан для облегчения веса в походе облегчение веса на охоте чтобы не таскать что-то такое с собой массивное то есть здесь все сделано в угоду облегчение веса ну рукоятка очень продуманная она как продумано как и по форме как и по дизайну то есть этот нож вообще из такой более высокой ценовой категории если его сравнивать с каким-то там любым другим ножом таким более дешевым не знаю на камере это видно нет но вот у этого ножа действительно есть такое ощущение такой более такой настоящей вещи такой более дорогой и качественный при этом такой стильный то есть даже если присматриваться вот как как здесь сделано сведение насколько здесь ровно сделан микроподвод какой сатин на клинке как здесь все подогнано здесь вообще никаких косяков нету это видно что эта вещь такая более дорогая и качественная в плане какого-то такого практического применения тут тоже все хорошо потому что здесь очень хорошая сталь на клинке S30V это такая классная нержавейка которая дает отличный такой агрессивный рез если вот такой геометрией работает отлично что вообще в принципе думаю о сталях вот на таких маленьких ножах каких-то я считаю что оправданно применять вот такие высокотехнологичные стали которые да может быть тяжелее заточить но поскольку тут точить придется немного тут такая геометрия то есть если мы сканде спуски должны точить или линзу там должны точить по по большой поверхности материала то есть либо прям по спускам либо делать какие-то вот такие вот движения чтобы там снять много материала и поэтому там стали вот такие вот которые более тяжело точится это не есть хорошо то здесь когда надо заточить всего лишь маленький микроподвод да еще на таком маленьком ноже то здесь вот если какая-то такая адекватная высокотехнологичная сталь но не слишком конечно такую сталь сталь как на как их называют там стали монстры которые там вообще там как на эти такая без алмаза не заточишь здесь нет это как бы да это премиум сталь ну она ее заточить можно и там и мусатом и на наждачке и на коже и поправить достаточно легко и при условии того что здесь придется снимать очень маленькое количество материала то есть это только микроподвод то здесь я считаю это оправданно вдобавок этот нож вообще не будет ржаветь потому что высочайшая у него стойкость коррозии а какой-то супер прочности тут не требуется потому что таким ножом конечно вы не будете батонить как-то по нему бить хотя тут толщина обухов где-то в три миллиметра конечно делает его достаточно крепким что касается ножен мне очень понравились именно кожаные ножны и потому что два варианта есть этого ножа один идет g10 на рукоятке они они вот такой стабилизированный древесиной и вместо таких кожаных ножен у него ножны из кайдекса но мне он чуть меньше понравился потому что во первых он чуть более тяжелый получается потом сама стилистика охотничьего ножа как-то мне кажется не очень подразумевает кайдекс потому что это больше такой какой-то тактический вид нож приобретает но хотя многие считают по-другому и как раз вот покупают такой нож с кайдексными ножнами что касается вот этих ножен и как их носить тут есть такая петля и она подразумевает то что вы будете носить это на ремне не в таком стандартном висячем положении вот так вот вдоль ремня это тоже очень удобно потому что ножа просто не видно то есть он висит как какая-то пряжка там у ремня и можно сверху просто выпустить футболку там или свитер и ножа не будет видно вообще также он не будет вам мешать когда вы там делаете какие-то телодвижения единственное что если носить нас на пояснице то есть но он сдвинуть назад с рюкзаком возможно это будет неудобно и также вот этот хлястик надо его контролировать когда вы убираете нож когда убираете нож вот ножны потому что он вот так закрывается если вы когда он висит на поясе вот так вдоль открывая его и вытаскивая можно его порезы но там есть много всяких вариантов и можно подобрать такой чтобы контролировать вот это вот открытие даже одной рукой какие мои мысли по сталям потому что последнее время появилось много всяких таких вот высокотехнологичных сталей которые действительно обладают очень таким агрессивным резом даже вот этим ножом когда режешь там мясо если начать прислушиваться прямо слышно такой хруст причем этот хруст такой равномерный без проскальзывания такое ощущение как будто там какая-то микропила которая вот так вот прямо пилит и порез настолько вот агрессивный что это конечно если прислушиваться и те кто знают и ценят такое они конечно это поймут и тут конечно разница огромная между какой-то там какими-то там аус 8 с эндвиком и вот такую сталью также последнее время появились вот появилась такая сталь как 3w которую которую по которой говорят что она крепче даже обычной углеродки и при этом она и не совсем углеродка то есть там какой-то процент хрома есть поэтому она даже какую-то там антикоррозионную стойкость имеет но вот есть вопрос который мне непонятен может быть вы в комментариях напишите почему так происходит потому что подавляющее количество производителей из этой стали делают такие ножи-оковалки с этими с толстенными обухами большинство ножей что я видел в продаже они были даже в обухе толще чем вот этот нож-топор то есть там может быть и 4 миллиметра может быть и 5 миллиметров вот этот момент мне непонятно зачем они делают такое когда эта сталь 3w вроде как там чуть ли не в три раза крепче и лучше сопротивляется ударным нагрузкам чем нож из углеродки но вот это супер прочная 3w сталь она наверное на таких маленьких ножах не нужна и вот такая более сбалансированная сталь как 30 с 30 и 35 вен она здесь более правильная потому что тут баланс лучше получается во-первых прочность здесь не нужна потому что вы на таком маленьком ножи не будете по нему стучать там ржаветь он будет меньше потому что это очень такая устойчивая нержавейка как я уже говорил там сопротивляется коррозии вот эта сталь она там в разы лучше чем вот какой-нибудь там сэндвик который вот тоже как нержавейка многие знают что на ножах мора они часто делают вот из сэндвика нержавейки свои ножи делают помимо помимо углеродки и она тоже может заржаветь и особенно вот где-то на море они ржавеют дай бог вот такая сталь не ржавеет даже там ну а прочность какая-то здесь на таком маленьком ноже особая не нужна потому что вы все равно не будете им батонить не будете по нему стучать а вот этот баланс который есть у этих стали он очень хороший то есть это и не ржавеет и очень хороший рез в плане вот устойчивость режущей кромки агрессивность реза с 30 и наверно даже превосходит по моим ощущениям вот такие мои мысли по поводу таких ножей подписывайтесь на мой канал ставьте лайки и до новых встреч а